друзья мои дорогие всем добрый день давайте сегодня поговорим с вами про тихушников кто же это такие чем они опасны и что вообще делать если в вашем окружении есть такой человек но во первых тихушник это совсем не равно молчаливый человек интровертированных человек сдержанный человек интеллигентный человек немногословный вот вообще не про это тихушники это те кто замалчивают с определенной подлостью с определенным умыслом те кто действуют за спиной те кто знают как обстоят дела в реальности и даже понимая что они тем самым кого-то подставляют они не говорят они именно замалчивают то есть люди такие с двойным дном от которых вы никогда не услышите четкой конкретной позиции которые вроде бы такие хорошие правильные никогда не идут на конфликт то есть им важно именно быть вот такими вот там до хорошими правильными идеальными то есть никак вот воду не замутить а на самом деле там развиваются очень серьезные подковерные игры или даже если там нет умысла кому-то вредить то как раз тем самым что они смолчат или где-то кому-то поддакнут или где-то кому-то подыграют они как раз могут достаточно серьезный ущерб нанести вот как раз среди именно среди тихушников могут быть самые настоящие предатели саботажники люди которые могут вам прям конкретно серьезный ущерб нанести будь то какая-то личная ситуация будь то какая-то деловая ситуация то есть это вот такие вот замечательные товарищи какие мотивы у тихушников почему они замалчивают там где могут сказать почему они там открыто не выражают свою позицию даже если им за это как говорится ничего такого не прилетит они могут просто сказать свое мнение или там стать на чью-то сторону но они предпочитают именно до последнего отмалчиваться очень такие правильные образы играть их мотивы во-первых получить свою выгоду и не вступить в открытую борьбу то есть каким-то образом вас подставить каким-то образом а умыть ручки здесь чтобы грязную работу чьими-то руками сделали они чтобы получили конкретные выгоды или как например бывают там ситуации допустим а в компаниях все сотрудники договорились идут там выбивать какие-то другие условия работы или идут выбивать там какой-то процент какой-то бонус тихушник вроде бы кивал кивал а когда доходит дело до совещания то есть все высказались там где руководитель спрашивает ну а ты маша или там а ты юра до тихушником как бы как считаете нужным там да или просто вот глазок не поднимет просто вот будет куда-то в сторону сидеть смотреть то есть это вот примерно вот про это хотя опять же групп каждую ситуацию надо разбирать учитывая контекст да мы не можем да скажи так просто так ярлыки навесить какие у них еще мотивы в принципе быть хорошим то есть они хорошие они правильные у них нет недоброжелателей ну как им кажется у них нет людей которые считают их там опасными ли считают их конкурентами и им хорошо и нормально в этом плюс они пытаются усидеть на двух стульях они дайте такие вот и нашим и вашим я и тут подыгрываю тут подыгрывая и тут киваю и тут киваю так как например бывает там пару после развода там после развода как нехорошо очень развелись расстались и была там конец подружка вроде бы это подруга жены она жену поддерживает но и муж выходит с ней на контакт она тоже не отказывается на ему кивает поддакивает то есть назвать это прямым предательством да нет но мы же понимаем что есть в этом какая-то такая подлость определенная да то есть вот много таких примеров историй в чем угодно плюс это люди которые в принципе привыкли так себя вести это у них уже такие устойчивые паттерны поведения они такие всегда то есть это тоже как бы мы оправдание этому какие не искали это соображение выгоды они хотят потратить поменьше а получить побольше а вот такие вот люди то есть им нормально именно вот так вот они считают что они самые хитрые что они самые умные действительно каком-то этапе очень даже прокатывает такая вот тактика но как правило те кто уже вот их распознают к ним относятся достаточно прибыли пренебрежительно а им не доверяют то есть не может тихушник вечно быть вот в этой позиции плюс бывает что это такое неосознанное поведение от страха от трусости а у них детство какой-то был непростой их там может быть били они были тогда в какой такой очень сильном позиции небезопасности и как бы они уже привыкли быть такими и сейчас они уже это перенесли все на взрослую жизнь и они как бы не очень-то думают о том что они других подставляют таким поведением вред от тихушников какой то есть это часто оборотни которые в принципе за спиной все что угодно могут натворить это люди которые да они напрямую этого вас не подставит но они косвенно вас подставляют они вроде как давали понять что они с вами они не с вами они замолчали не дали какую-то информацию их что-то не устраивало но они сразу вам в моменте это не сказали да а потом а вы сильно пострадали помню был случай у меня еще на первом образовании я училась у нас это был вам первый курс а у меня первое образование пиар-маркетинг был у нас там задание такое было в общем как типа были такие штабы предвыборные мы каждый штаб с его кандидат продвигали у нас группа такая девочка вы было у нас мальчиков-то был там полтора мальчика красав был один мальчик и мы зачем его как кандидата продвигали ему речи писали все юра ты будешь там дау да буду все нормально мы подготовить и у нас же все а нам зачеты должны были ставить после этого мероприятия и все день дебат в день зачета аюр такой приходит прям вот за 10 минут до дебатов а я не буду делать ну как так общего он такой же как раз вот такой вот очень весь закрытенький такой а как ты не будешь но мы три недели готовились ну как бы мы под тебя писали программу там дабы твой накид помню фотографии чё-то мы там печатали прямо готовились о как ты не будешь я не хочу я подумал не хочу об чем-то раньше не сказал все счет не устраивало так и все но конечно выкрутились мы как разыграть что тип его убили я его вдова я типа вот как вдова в памяти о нем там его программу продолжаю реализовывать мы не заняли первое место зале второе место у нас первое место он тоже мальчик заняла нормально выступили зачет всем поставили то есть все нормально мы выкрутились но потому что это классический пример чеку пофиг что он подставляет команду там из 8 человек то есть понимать это вот она вот при вот пример тихушничество такого-то да то есть как если что-то не нравилось ты чё молчал то мы с тобой каждый день глаза в глаза это обсуждали это вот оно и очень разное поведение может быть какие типы тихушников бывают стукач стукач ябеда завистник который спать тяжко делает в принципе подлец просто другим было похуже такая знаете мышь наполеон то есть человек который имеет огромные планы но боится их реализовывать поэтому будет подковерные какие-то истории крутить опять же аккуратненько не валяшка то есть постоянно меняет мнение так хочешь да так вот так хочешь да вот так хочу то есть там бесполезно и такие знаете неглекторы то есть равнодушные а он просто не замечает а там она просто не знала что вот на самом деле надо так то есть новый неглект с вами подробно разбирали то есть понимаете такие люди они не оправдываются такие люди они кстати часто достаточно неприятные в общении при том что вроде как они правильные какие-то они очень неприятные ты чувствуешь что то не то от них либо они какие-то такие очень рафинированные вылизанные дверь себе да не спешите с какими-то супер позитивными оценками если вы видите что человек из раза в раз вот как-то вот без какой-то такой конкретики себя ведет то явно не надо ему давать каких-то серьезных ролей своей жизни то есть таких людей много и самое главное не подставлять себя друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как коуча буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций также подписывайтесь на мои другие каналы и площадки в описании под этим видео есть самые разные мои каналы и телеграммы и вконтакте и rutube и дзен каналы подписывайтесь чтобы нам с вами всегда быть на связи делитесь в комментариях сталкивались ли вы с таким типажом что думаете по этому поводу всем пока всем до скорых волнующих встреч